Владивостокский бутащебёночный завод празднует 60-летний юбилей. За долгую историю своего существования завод производил бутовый камень, скальную вскрышу и щебень, на котором возведены многие жилые районы и стратегически важные объекты. Золотые русские мосты, низководный мост Дефрис-Седанка, микрорайоны Патрокол и Снеговая Пать. Мы сейчас находимся на производственной площадке Владивостокского бутащебёночного завода, который начал свою деятельность в 1960-м году далёком. Любая стройка, практически любая стройка начинается с материалов, которые производит Владивостокский бутащебёночный завод. Это и скальная вскрыша, это и бутовый камень, это щебень практически любых фракций. В каждой тоне щебня, на котором построены дома и мосты, труд каждого из работников завода. Предприятие очень ценит своих сотрудников и тех, которые остаются с заводом уже долгие годы, и молодых специалистов. Создать хорошие условия для работников на производстве, а тем более в карьере, очень сложно. Но мы стараемся сделать всё для того, чтобы было комфортно приходить на работу, работать и уходить с работы в том числе. Вместе с тем на предприятии особое внимание уделяют требованиям экологической безопасности. Пока ещё в ветреную погоду можно заметить облако пыли. Однако ВБЩЗ на постоянной основе ведёт работы по модернизации системы пылезащиты, чтобы исключить даже самые минимальные выбросы. Неотъемлемой частью деятельности завода является мониторинг замеров выбросов пыли и ежегодные работы по озеленению территории. Каждый год мы высаживаем вокруг карьера зелёные насаждения. В этом году, например, высадили 50 тополей. Это специальный сорт тополей, который предназначен для таких не очень хороших условий, ну то есть на скаленных грунтах. Также позапрошлом году высаживали ели. Ну, каждый год. Также в этом году прорабатываем вопрос о внедрении пылеподавления с помощью водяной завесы. Остаётся только пожелать такому гиганту, как Владивостокский бутощебёночный завод, продолжать свою масштабную работу на благо города. Олег Завьялов, Екатерина Зверева, Денис Фадеев. Новости на восьмом.